Дорогие друзья, всем добрый день! Я рада приветствовать вас на серии наших вебинаров, посвященном подходам Fear Free и Pet Friendly. Что это за подходы, мы с вами обязательно еще разберем сегодня, но я думаю, что вы наверняка знаете или слышали о них ранее. Как всегда, в начале своих лекций, своих вебинаров, когда я что-нибудь рассказываю, я предлагаю нам познакомиться для того, чтобы узнать друг друга получше, понять наши интересы, а мне это поможет. Сделаем так. Пока я рассказываю о себе. Вы, пожалуйста, напишите, кто вы, из какого вы города, вы врач общей практики, терапевт, или вы узкий специалист, знаете ли вы что-то о Pet Friendly, не знаете ли что-то о Pet Friendly. Я буду рада любому вашему сообщению. Хотелось бы, в принципе, от вас сегодня взаимодействия, потому что наши лекции, сегодняшняя лекция и следующая лекция, они у нас такие практические, у нас будут видеоматериалы, которые мы будем смотреть, я буду задавать вам вопросы. И, конечно, очень хочется какого-то коннекта, да, с вами, чтобы вот у нас была такая связь. Пишите, пожалуйста, о себе. Я расскажу о себе. Меня зовут Скоропогата Маргарита Викторовна. Я работаю зоопсихологом, я работаю ветеринарным диетологом в сети ветеринарных центров «Четыре лапы». Я являюсь членом Российского общества поведенческой медицины, РВБА. Недавно мы зарегистрировали наше общество. Если вы еще о нем не знаете, вы можете зайти на сайт rvba.ru и посмотреть, что у нас есть полезного для ветеринарных врачей, которые интересуются поведением. Также я являюсь членом Международной ассоциации поведенческих специалистов. Я практикую pet-friendly и подходы fear-free. Я периодически рассказываю, читаю лекции и вебинары о поведении наших домашних животных, любимых собачек и котиков. Ну и про диетологию тоже рассказываю. Если вы со мной не знакомы, то на Урал-Биовете есть разные мои лекции, курсы есть, в том числе вы можете узнать меня получше. Я всегда рада новым знакомствам, так что в конце дам свои контакты, можете, если что, писать. Я аккредитованный специалист fear-free, fear-free certified, это про сертификацию я расскажу немного позже, но у меня сертификация ветеринарной практики. И также я специалист cat-friendly, да, то есть я знаю всё о том, как найти подход, правильный подход даже к самой сложной и самой грозной кошечке, которая, ну, нередко приходит на приём ветеринарного врача. Давайте посмотрим, что вы пишете. Так, Вологда, врач стационара. Отлично. Жду от остальных. Пожалуйста, напишите о себе. Не потрудитесь. Что ж. Москва, ветцентр, Ковчег. Вау, здорово. Врач-терапевт. Есть сертификат cat-friendly. Изучаюсь зоопсихологию. Валерия, приятно познакомиться. Очень круто. Ну, я думаю, что вам сегодня будет крайне интересно послушать. Самара, врач общей практики. Самара, привет. Самару собираюсь буквально вот через месяц. Приятно познакомиться, Антонина. Хорошо, пишите о себе, пишите о своих интересах, почему интересуетесь психологией животных и почему интересуетесь dog-friendly, cat-friendly. Нижний Новгород изучаю зоопсихологию. Здорово. Вы врач? Скажите, пожалуйста. Да. А, врач общей практики. А, нет, это у нас... У нас получается две, Антонина, сегодня. Одна из Нижнего, другая из Самары. Супер. Супер. Хорошо, давайте перейдем... Ага. Давайте перейдем к плану сегодняшнего вебинара. Мы с вами поговорим о подходах. Да, у нас в названии обозначены два подхода. Это cat-friendly и fair-free. Вот. И я о них расскажу. Также мы поговорим о целях и о реализации подходов в свою практику, о возможности сертификации. Да, у некоторых уже сертификации есть. Как минимум, cat-friendly. Это здорово. И у нас сегодня в основном будет фокус внимания сосредоточен на языке тела собак и кошек, так как это основополагающая информация, благодаря которой мы вообще можем распознавать степень стресса у животных, которые пришли к нам на прием. Мы поговорим также о азах бережного взаимодействия с собакой и кошкой на приеме, о том, какие ошибки совершаются. Мы немного поговорим о том, как подготовить владельца и питомца к визиту в клинику. И пройдемся по успокоительным средствам. Если говорить про сегодняшнюю лекцию, я напоминаю, что у нас будет два вебинара. У нас будет еще в пятницу вебинар. Обязательно приходите и коллегам своим скажите, чтобы они тоже приходили послушать. У нас сегодня такая более теоретическая информация. Мы будем смотреть видео, на которых мы будем обсуждать язык тела конкретного животного. А уже на следующей лекции, на следующем вебинаре я покажу вам видео из своей практики. Ну и, собственно, все видео, которые сегодня будут представлены, они тоже из моей собственной практики. Я принимаю как зоопсихолог, я принимаю как диетолог. И еще я в интернатуре учусь у ветеринарного врача-дерматолога. Поэтому мы там проводим, конечно, обширный спектр, разный спектр манипуляций. Надо сказать, что на прием к зоопсихологу, например, довольно часто просятся именно на удаленный прием, потому что здесь прекрасно понимаем, у некоторых животных банально нет возможности посетить ветеринарную клинику, ветеринарного врача и хоть как-то осмотреть, показать животное, потому что некоторые животные пребывают в очень сильном стрессе, особенно это касается кошек. То есть некоторые животные получили негативный опыт, об этом я сегодня тоже буду рассказывать. Тем не менее, есть запросы на удаленные консультации, ввиду того, что по моей выборке большое количество людей, владельцев, они по каким-то причинам боятся или не имеют возможности приехать и показать животное. Поэтому, чтобы вы понимали, консультация зоопсихолога, она не всегда про поведение, она также включает какой-то порой и достаточно часто общий терапевтический план. Есть животные, которые не вакцинированы, особенно кошки по несколько лет, но там в районе двух-трех лет это еще не критично. Они, естественно, не обработаны от эктоэндопаразитов, мы это тоже обсуждаем, то есть мы обсуждаем вакцинации, мы обсуждаем все профилактические меры, которые я вообще могу дать, любую информацию, которую я могу дать касаемо здоровья питомцев. Итак, давайте подробнее поговорим о fear-free и pet-friendly подходах. Те, кто присоединился к нам недавно, пожалуйста, напишите о себе, из какого вы города, чем вы занимаетесь, какая у вас специализация, мы пока будем двигаться дальше. Итак, это достаточно современные методики бережного подхода, бережного приема, которые основаны на следующей идеологии. Это минимизация стресса животных во время посещения ветеринарных клиник. Сама по себе тема, она такая немного сложная, потому что с точки зрения наших коллег, и в том числе владельцев животных, не всегда мы сталкиваемся с... То есть мы не всегда можем видеть вовлеченность и осознанность как владельцев, так и ветеринарных врачей вообще внедрять и что-то изменять в своей практике, особенно если практикует ветеринарный врач давно. И почему это современные техники? Потому что они на Западе очень хорошо и довольно давно распространены, но и у нас в стране, и в странах ближнего зарубежья они сейчас пользуются популярностью. Вот, поэтому я думаю, что вот благодаря Уралбиоведконсалтингу, что они попросили рассказать об этой теме, ну и также потому что был запрос на эту тему, когда я читала просто вебинар по зоопсихологии, был запрос о том, чтобы более развернуто об этом поговорить. Соответственно, среди ветеринарных врачей есть тенденция все-таки изучать психологию животных. Я считаю, это большим рывком, современным рывком, который поможет нам изменить полностью подход в лечении мелких домашних животных.